Опа, фиолетовая магия Опа Сниперы снип Ебать Ебать Все понял БЕФИСТО Это, это Эван Питерс Но он снизу одно Ой, плохо Ой, плохо мне Ой, ой Хотел бы порекомендовать вам новый канал Ховзик Ребята делают интересные обзоры на автомобили Никаких скучных монологов И километровых технических характеристик Только личное ощущение Для кого этот автомобиль Стоимость ремонта Актуальность данный момент Скоро у ребят появится рубрика Тачка или шляпа Где опытным путем можно будет узнать Нужна ли та или иная тачка Подписывайтесь на канал и обязательно Оставляйте комментарии Это Ховзик Дамы и господа Ну а мы начинаем Привет, народ Меня по-прежнему зовут Блэкс Инфинити И как вы можете понять Ванда Вижн не отпускает Каждая новая серия этого сериала Является Очень знаковой для сюжета Она действительно очень сильно двигает сюжет То есть каждая серия двигает сюжет Не то, как мы привыкли это видеть В более длинных сериалах Здесь же хронометраж Полностью подпитывается Всем тем, что пытаются Выжить из сюжета сценаристы И создатели Это получается у них очень круто И со вкусом Сегодня у нас На небольшой такой Дискус И выходит Седьмая серия В которой Происходят Так скажем Знаковые уже Первые знаковые Сюжетные повороты Которые Выводят нас На развязку И эпический финал Давайте поговорим о них Погнали Ну что ж, ребята Я всех поздравляю Всех моих коллег по цеху Так сказать Да и вас тоже Твиз Сагнес был в принципе предсказуем Да, Агата Харкнесс действительно оказалась Одним из главных антагонистов Сериала Ванда Вижен И как нам говорят в самом сериале Это она Стояла за всем этим И в это в принципе Можно поверить Потому что Сам я это говорил Еще в прошлом ролике Если вы Не видели Не видели Два прошлых ролика То есть цикл Теории по Ванда Вижен То пожалуйста Перейдите Вот здесь Будут Выскакивающие ссылки Где вы сможете Посмотреть весь цикл Это третий ролик Из цикла Ванда Вижен Где я делюсь своими Теориями И он будет Дополнять Два предыдущих ролика Поэтому я буду На них ссылаться В этом ролике Поэтому Если не смотрели Лучше Посмотреть Если вы здесь впервые На этом канале Наткнулись через Related Или через поиск Ютуба Прошу посмотреть Чтобы быть в курсе дел Так скажем Детективных Я хочу сказать Что Твист с Агатой Харкнесс Он Неплохой То есть Некоторые начали говорить Что До кого Они пытаются удивить Этим твистом Типа Это и так все знали Дело в том Что все сюжетные повороты Создаются не для того Чтобы удивить зрителя Конечно же Эта функция У сюжетного поворота Тоже имеется Сюжетный поворот Для драматургии Изначально считается Средством Полного изменения Внутри Обстоятельств истории То есть Полного переворота С ног на голову Что собственно Произошло И в 7 серии Что в это время Не она одна Манипулировала Этой реальностью Это была еще Агатна Харкнесс О которой мы с вами догадывались До этого Этот твист Хороший Он хороший Но он к сожалению Предсказуемый Но и предсказуемые твисты Должны существовать В истории Потому что Есть такие моменты Когда сюжетная история Должна двигаться Только так И никак Иначе А если автор Попытается Оборвать эту линию Попытаться Удивить зрителей То все пойдет Наперекосяк Это вы можете Прекрасно увидеть В игре Плюстролов Как там авторы Пытаются Обмануть зрителей Или в звездных войнах Последних джедаях Пытаются обмануть Ожидания фанатов И зрителей Делают все наоборот Так как зритель не ожидает И в итоге Получается Очень плохо Такие дела Такие дела То есть Бывают сюжетные повороты Предсказуемые И непредсказуемые То есть Предиктабл и Unpredictable Это обязательно Но у всего Своё устройство Понимаете У предсказуемого поворота Может быть Ну как бы И плохое написание И хорошее То есть предсказуемый поворот Может быть плохим И всё А может быть хорошим Потому что это логически К этому подводится И это просто взрыв эмоций И непредсказуемый поворот Он может быть И как плох Так и неплох Поэтому здесь Нету чёткого определения На чёрное и белое Вот в сценарном Так сказать Обществе И здесь в данный момент Предсказуемый сюжетный поворот Является именно тем Чего ожидают В принципе зрители Это логичная Подводка Развязки истории Но это конечно же не всё Хоть нам и говорят О том что Агнес вроде как Всё это делала Что она тоже волшебница Но не волшебница Это ведьма Что вот Что-то вот Что-то за ней нечисто Так скажем И что типа Вот сериал Выставляет её действительно Как главным манипулянтом Как главного антагониста И возможно она И останется Главным антагонистом Этого сериала И должны В следующей же серии Скорее всего Я думал в прошлый раз Я говорил что эта серия Будет флэшбеком Про Ванду Но видимо нет Видимо флэшбеком Будет следующая серия Либо девятая Но следующая серия Должна нам явно Показать флэшбеки Агаты Харкнес Потому что они Снимались И видимо показывают Самую дату 2 июня Типа годовщина с Ральфом Ральф я так понимаю Второй так скажем Чувак В этой всей Движухе Которая Стоит выше Чем Агнес И сериал нас Пытается успешно запутать Но об этом чуть попозже Собственно говоря А 2 июня Или июля Это День суда над Салиевскими Ведьмами Это я тоже до этого говорил И наверное Нам покажут флэшбек Оттуда Как она заключала сделку С одним из Так скажем Предполагаемых Демонических сущностей Кем бы он ни был Но пока что мы имеем То что нам показал сериал Агата Харкнес Главный антагонист И других пока что нет Но мы приходим ко второму аспекту Который наверное Вас больше всего интересует Кто же тогда Эван Питерс В серии нам показали Что Агата Харкнес Манипулировала Эваном Питерсом То есть Ее фиолетовая магия Была видна За спиной Того момента Когда Пьетро приходит В дом Ванны Дивижена И значит Что это Именно она Привела его туда Так скажем Чтобы Успокоить Немножечко обстановку И так далее Но существует Сцена после титров Понимаете У всего Как бы есть своя Сюжетная функция И сцена после титров Нам дает Понять Что Вот Она просто происходит Именно таким образом То есть С визуальной точки зрения И как то показывают Агата Харкнес Представляется злодеем У нее Минутная Интракдукция Нас вот прям В глаза Пытаются запудрить Нам говорят Что это все время была она Что это была она За всем стояла она Буквально орут На экран Но понимаете Эта же серия называется Расрушая четвертую стену И вот этим вот роликом Она не только нам Это показывает Но и Ванде Она пытается Ванду убедить в том Что это только она Почему Это пытаются убедить И нас И Ванду В этом Почему сам главный злодей Не выходит Ну именно вот Большой главный злодей Не выходит На Передний план Так и остается скрытым Пока что непонятно. Возможно, будет какая-то история с этим связанная. Поживем, увидим. Но Пьетро, Пьетро, давайте не будем называть его Пьетро, он уже точно не Пьетро, потому что можно посмотреть на волосы, которые у него под шапки, и вроде как они уже просто блондинистые, а не черно-белые, которые у него были в предыдущих сериях. Эван Питерс появляется в последнюю секунду. То есть в тот момент, когда сериал нам показывает буквально главного злодея, идут титры, мы сидим в шоке. Приходит Моника Рамба, которая становится уже Фотоном, судя по всему, да. Она находит это здание, благодаря своим зрачкам, которые видят энергию, пытается найти... Появляется Эван Питерс, который говорит, типа шпион всегда будет шпионить. Это буквальный перевод. У нас в субтитрах перевели. Любопытный Варваре нос на базаре оторвали. Но это нам показывает именно то вот мимолетный кадр. Он появляется буквально на пару долю секунд. Его возвращают в действие, показывая что с ним еще не все кончено. Обычно так... Обычно вот такой вот прием делается, когда что-то все же остается, что-то более глобальное остается вот недосказанным. Это вот примерно так я могу это объяснить. И Эван Питерс здесь в конце появляется как будто манифест к тому, что все, что нам сказали до этого, было полным враньем и что истинно скрывается за этим персонажем. То есть он буквально появляется как клиффхенгер. А он-то кто? Он появился вновь. Он нашел Монику Рамбу и, видимо, он ее остановит от того, чтобы она пошла спасать Ванду. И если Моника Рамба получила силы, то какие силы должны быть у Питерса, чтобы он смог ее остановить. То есть и с Питерсом все точно не чисто. Он не может быть просто пешкой Агаты Харкнесс. Я уже много посмотрел и на реддите американским, и в Marvel Studios, и в Marvel Studios спойлерс, и в других там реддитах. И у нас пишут, что типа Эван Питерс не Мефисто, жаль. Эван Питерс не Амтути, а просто этот... Как он? Просто пешка Агаты Харкнесс. Ну, вам не кажется это странным, что персонажа, который играл кучу раз злодея в другом сериале «Американская история ужасов», не менее культовом, будут звать на роль... Ну, вот, культ... Ну, такого именитого актера, именитого, действительно, актера, будут звать на роль не то, что Квиксильвера даже. То есть, ладно бы, если бы... Ну, типа, вот, прикиньте, что произойдет в фанбазе, если окажется, что Эван Питерс действительно просто подсос Агаты Харкнесс. Он не ртуть из «Людей Х», и он не злодей, который появится в «Докторе Стрэнджа 2» и будет там главным антагонистом. Если он просто подсос, которого тут же и сольют. Представляете, какой-то бугурт польется. Это будет что-то на уровне Сноука в восьмом эпизоде, или мандарина Бена Кингсли в «Железном Человеке 3». То есть, это проверенная схема, это проверенная ситуация, которая не работает. Это не сработает, это не сработало миллиарды раз. Никогда это не работало, и снова это не сработает. Но если они действительно так сделают, что он просто пешка, то это будет крайне странно. То есть, крайне странно, обидно и неинтересно. Интереснее, если что, за Эваном Питерсом скрывается что-то нечто большее и гораздо зловещее. Ну и судя... Ну, мне кажется, что так оно и есть. На самом деле, нас уже обдурили в шестой серии, когда Агата Харкнесс отыгрывала непонятную девочку, которая едет из Вестфью, и типа она тоже не... Ну, типа... Под контролем Ванды, и Вижен ее привел в состояние. Мы тогда тоже с вами догадались о том, что на самом деле это все был обман. Чистейшая актерская игра. Что мешает, так скажем, если это все же Агата тоже ведет трансляцию, так скажем, вот этой вот всей Ван Ди Вижен шоу, что мешало вот этим кадрам, когда она типа создает Пьетро, тогда вот фиолетовые чары, быть ложью. То есть эта информация, которую дают вам, тоже может быть ложью, вы не поверите. А истина до сих пор неизвестна в первозданном ключе. Я уверен, что здесь нам тоже не до конца... Никто не будет, вот если нам показывать сериал, вот который мы сейчас смотрим, от лица новых злодеев, они не будут нам раскрывать просто так всю истину. Они идут по конкретно заданному плану. И то, что сейчас произошло в седьмой серии, это конкретно заданный план. Значит, Ванда должна была уже туда прийти, и все сейчас идет по плану. И поэтому пришел Эван Питерс, который подошел к Монике Рамбе, специально, чтобы она не мешала, потому что все идет по плану, по-другому не может быть. А он специально сторожил это все, потому что, видимо, ему самому нельзя появляться. Там. Дальше у нас идет вопрос в том, что показали некую загадочную книгу. Раз Эван Питерс все же, по нашей теории, остается возможным главным антагонистом, вопрос в том, кто же этот антагонист перевешивается уже в третий вариант. Как я сказал на своем стриме, у нас Эван Питерс играет такого персонажа, как Мефисто Кошмарах Тон. То есть, появляется третий персонаж Хтон, потому что книга, которую показали нам, собственно говоря, в конце серии, очень похожа на вот эту вот великолепную книгу Дарк Холд, из которой все ведьмы в Марвел черпали свою энергию. То есть, это книга Хаоса, а Хтон — это бог Хаоса, который и подарил всем ведьмам, в том числе и Аллой Ведьм, насколько я помню, свои силы. Именно из этой книги, из книги Хаоса Дарк Холда, все черпали свою энергию, собственно говоря, для создания различного рода уникальных, магических, волшебных и ведьминых, ну, короче, злодейских творений и заклинаний. И эта книга находится в подвале, видимо, как раз-таки подпитывая силы и Агаты, и Ванды Максимов, которые, вот, собственно говоря, позволяют ей вот это вот все делать. Но, как вы понимаете, книга Дарк Холд была написана именно Хтоном, богом Хаоса, Хтоном, вообще непобеденным богом, то есть, если Мефисто — кошмар, про Мефисто — кошмар, в принципе, говорить уже нечего, про них все было сказано. То есть, три варианта, я не знаю, кто это, это может быть кто угодно, у Кевина Файги не пойми, не поймешь. Но вот сейчас мы поговорим про Хтона, потому что появился Дарк Холд, они это все связывают как-то в единый канон, и Хтон, если кто не знает, он был в облике, как-то раз он не может, он в нашем мире может появляться только в облике человеческом, и однажды он принял облик Квиксильвера, то есть, вселился в его тело, и был такой демонический Квиксильвер, как раз которого мы увидели пару серий назад, то есть, точнее, серию назад, и две серии назад он в конце появлялся. То есть, здесь тоже, типа, если это будет Хтон, то это будет интересные канонические отсылки на то, что он делал в комиксах, да, но Хтон из, вообще, трех вариантов самый менее популярный, и непонятно, будет ли его брать Кевин Файги, или же он будет адаптировать биографию Хтона для Мефисто или для Кошмара, то есть, мне кажется, что эти три демона в киновселенной Марвел все вместе не появятся, появится кто-то один, возможно, я ошибаюсь, возможно, я ошибаюсь, но вот так вот я сужу со своей точки зрения, как драматург, и появление всех трех бессмысленно, потому что у них одна, в принципе, функциональная роль. Если в комиксах многолетние, десятилетние, ну, истории длятся десятками лет, то злодей, вот такой вот злодей, он должен появиться один раз такого типажа, и все, дальше это будет уже самоповтор, самокопание, это будет неинтересно, это будет проигрываться, потому что комиксы и все-таки сценария для фильма чуть-чуть отличаются. Поэтому ставки того, что это кто, начали в 90-м повышаться, но, конечно же, все должна уже, ну, конечно, блин, что я говорил, осталось две серии, они уже, конечно, все решат под конец, под корню, так скажем. Я еще хочу подветить тот поинт, что если это Darkhold, а это может быть и не Darkhold, потому что в киновселенной Марвел существует также Некрономикон, это книга, которая была придумана в рассказах Говарда Лавкрафта, она также существует и в КВМ, то есть в КВМ есть разные виды книг, но я так, я понимаю, что именно в КВМ, ну, то есть не в КВМ, а в Марвел есть разные виды книг, вот этих вот зловещих, ну и в КВМ, видимо, перетечет что-то одно. Вряд ли это Некрономикон, потому что ближе вот к этой всей чародейской теме, именно Дарк Холл, и скорее всего перед нами предстал первый взгляд на Дарк Холл КВМ. Если это Дарк Холл КВМ, то по дизайну он абсолютно не похож на Дарк Холл, который был в сериалах Марвел ТВ, то есть в Агентах Щ.И.Та и в Беглецах, а это значит, что у нас еще есть один аргумент в пользу того, что все-таки все сериалы Марвел ТВ, возможно, кроме Агент Картера, но я не уверен, потому что возможно, что Мадам Маска будет переосмысление, Уитни Фрост вернется, и значит, что Агент Картер сериал тоже будет не каноном, но судя по всему Агенты Щ.И.Та, раз в них был другой дизайн Дарк Холл, а в Ван Дивижн другой дизайн, судя по всему Агенты перестают быть каноном, и это первое такое большое такое первое замечание к тому, что этот сериал все-таки не канон, да и в принципе этому сериалу не нужно быть каноном для того, чтобы быть замечательным в тех сезонах, в которых он был замечательным, а если он остается в каноне, будут происходить некоторые дырки и возникать вопросы к сериалу и в принципе к киновселенной, потому что очень много не состыковал и до того момента, когда, собственно говоря, появился пятый сезон, да и вроде как в Мисс Марвел они решают перезапустить Ориджин Нелюдей, а в то время как в Агентах Щ.И.Т., как мы помним, Нелюди уже давно существуют на Земле, но в КВМ этого не было ни одного упоминания, поэтому, как мне кажется, считать Агентов Щ.И.Т. до сих пор каноном киновселенной это немножко глупо. Дальше я хочу поговорить про инженера, которого слили, то есть все надеялись, знаете, вот это вот, она говорила про инженера, потом в предыдущей серии она говорит, давайте поедем к этому инженеру, встретимся с ним, и потом в следующей серии они встречаются с Майором каким-то, с женщиной Майором, да, она им дает машину и в принципе все на этом, то есть все были немножко разочарованы, конечно же, но никто на Реддите не стал писать каких-то дневных этих, все стерпели, конечно же, потому что Марвел, фанатики, они очень терпят, когда им налицо, так скажем, но я не хочу терпеть, как бы, как по мне, очень странно, что они эту тему вот так вот протянули, либо это они реально просто всех забайтили и в итоге сделали пук-пукич, как я и говорил тогда, кстати, в прошлой серии я говорил, что может быть пук-пук полный и произошел, ну, видимо, пук-пук, хотя я не уверен до конца, потому что на том же Реддите вообще там пчелы, видимо, померли после новой серии, потому что там каких-то весомых догадок не было, только сливали какие-то дебильные сливы сфорчаны, которые, в принципе, не несут какой-то ревелантности на данный момент, то есть читать их это такой зашквар, но я вот, смотрите, просто если вспоминать прошлую серию, там была ночь и как мы уже помним по вот этому смс-ке тот инженер или что-то там еще, ну, короче, он писал, что будет через час на месте и они ехали от, то есть они ехали от хексагола, от шестиугольника, да, на место встречи, они ехали от, а когда началась седьмая серия, они приезжают обратно, есть возможность того, что инженер, инженера до сих пор не показали, потому что, судя по всему, вот этот майор, который мы видели, она не инженер, она просто вояка, то есть просто вояка, и она описала им, то есть они сначала встретились с инженером, вот с этим загадочным, он им рассказал, какую штуку нужно, чтобы они попали в хексагол, потом она отправила запрос этой тетке, и уже они вернулись обратно, и вот эта тетка привезла вот эту вот, собственно говоря, машину, чтобы они попробовали проникнуть внутрь хексагола, и в итоге камео, ну вот это вот появление инженера, о котором говорили в двух сериях, в итоге все равно не произошло, но при этом этот факт опустили вообще, то есть его никто не заметил, это осталось в подвешенном состоянии, кто-нибудь видел упоминание в серии того, что вот это вот именно майор является тем самым инженером, этого не было, я пересмотрел серию, не было этого момента, просто она говорит ей, ты, я верно поняла, что вы хотели, а в прошлых сериях вроде не было контакта, они ехали на встречу сначала, чтобы встретиться, и видимо встречу вылезали, то есть встречи не было, нам не показали встречу, но это действительно странно, то есть они едут сначала от хексагола, а потом обратно, то есть к инженеру, это странно, странно вам не показалось, как по мне, инженера до сих пор нет, то есть инженера не показали, возможно у меня шиза пошла, потому что тогда, ну, если меня наебывают сильно, у меня шиза идет, но я не верю, то что такое бывает, как бы я верю, верь в лучшее, но готовься к худшему, я как бы готов уже, что сериал будет полным говном в конце, но я верю, что он будет шедевр, понимаете, такая двусторонний стимволизм, да, и короче, камео, то самое камео, о котором о Пол Беттани не перестает говорить, он с ума сошел, видимо, там в своих интервью, в прошлый раз я говорил, возможно, что камео уже произошло, это был Эван Питерс, но Пол Беттани выпустил, видимо, в ответку мне интервью, что это не Эван Питерс, и это не Бенедик Кэмбербэтч, между прочим, судя по всему, он спалил, что Бенедик Кэмбербэтч в итоге будет в девятой серии, потому что до этого ничего не было, он говорит, не-не-не, ребята, это не Эван Питерс, это не Кэмбербэтч, это легко, он так, он буквально так сказал в интервью, не знаю, я там, наверное, это текстовое интервью, но он, короче, типа такого говорит, и значит, судя по всему, Доктор Стрэндж finally confirmed in last episode, подтвержден, то есть в последнем эпизоде, спасибо, Бенедик Кэмбербэтч за спойлеры, мы тебя любим, но он говорит, что этого персонажа, о котором он, ну, типа, с которым он так давно хотел поработать, до сих пор никто не угадал, но не персонажа, а актер, то есть актера, то есть существует популярный актер, который есть в шоу в последних сериях, и о котором нету никакой инфы, как о Люке Скайуокере во втором сезоне Мандалорца, и вот это непонятно, кто же он такой на самом деле, кого играет этот актер, либо это инженер, о котором я говорил до этого, да, либо Эван Питерс на самом деле подсос, а этот актер играет того самого главного злодея сериала, который в итоге будет потом раскрываться во второй части Стрэнджа, может быть, чутка появится в Человеке-пауке 3, возможен и такой вариант, но кто этот актер, уже многие начали думать, что это Аль Пачино, то есть Аль Пачино, потому что в каком-то интервью Пол Беттани говорил, что очень бы хотел поработать с Аль Пачино, а в 2014 году директор Marvel Studios Кевин Файги встречался с Аль Пачино, чтобы обсудить какую-то ближайшую, одну из ролей, но это было сколько, это было 7 лет назад, то есть, ну а Ванда Вижен снималась, получается, началась в 2019 съемке, в 2020, не помню, короче, ну короче, 6 лет назад это было, то есть, Ванда Вижен, тогда я явно в планах не был еще, и то, что это Аль Пачино, смотря на то, что вот это вот все как-то, возможно, я Аль Пачино не знаю, и он играет Мефисто, блин, это будет прикол, конечно, дед, дед, дед пришел в Marvel, но непонятно, если он играет инженера, то какого, то есть, очень странно, очень странные моменты, то есть, до сих пор существует какое-то секретное камео, какой-то актер, и главное, Пол Беттани говорит, что между этим актером и ним, то есть, Виженом, будет какая-то химия нереальная, то есть, получается, это будет не просто пятисекундное камео там в сцене после титров, а будет действительно какие-то сцены с этим персонажем, либо просто Пол Беттани набухался с чего-то и выдумывает на ходу, чтобы хайп сохранить, но вряд ли, вряд ли, это теория такая себе, не знаю, не знаю, то есть, секретное камео существует, то есть, оно действительно существует, это либо инженер, либо главный злодей, то есть, другого, в принципе, не дано, но есть, конечно, третий вариант, что это вообще, ну, что-то за грани нашего понимания пока что, и мы не можем прочитать этот твист, и это, конечно, было бы прикольно, это был бы самый unpredictable твист в истории шоу, в принципе. Ну, еще пару словечек хочу замолвить за рекламу, которая была в этой серии, это Nexus, Nexus, по канону, то есть, из комиксов, это штука, которая отвечала за перемещение между мирами, то есть, это, короче, такой, кто смотрел флэши, я рассказывал, что в DC существует Multiverse Hall, то есть, Hall of Multiverse, где находятся входы во все мультивселенные, Nexus, это примерно то же самое, короче, кто играл в Demon's Souls, помните, там Nexus был, из которого вы пытаетесь в другие локации, вот в Marvel то же самое, то есть, существует Nexus, из которого ты можешь попасть в разную вселенную, в разную мультивселенную и так далее, и тому подобное, то есть, прикол, такой вот, мощный, на него еще отсылались в Торе 2, то есть, давным-давно, и вот сейчас вот, был момент про Nexus, что, видимо, Ванда каким-то образом разделяет реальность, и, видимо, это только начало, то есть, вот это все мультивселенные арки, и еще один поинт к тому, что Ртуть на самом деле не из Людей Икс, то есть, персонаж, он не Питер из Людей Икс, потому что, видимо, мульти, реальный, то есть, разрыв мультивселенной еще не произошел, видимо, главные антагонисты пытаются это устроить с помощью Ванды, потому что у нее, вот, видимо, безграничная такая вот, мощная сила, они пытаются ее использовать как раз для прорыва мультивселенной, но в данный момент этого не произошло, а если этого не произошло, если злодеи сами не могут, там, путешествовать по мультивселенной, то они не могут взять из мультивселенной другого персонажа, а значит, что Питера из Людей Икс до сих пор в киновселенной Марвел нет, а Иван Питер сыграет кого-то другого, либо подсос Агаты Харкнесс, либо одного из антагонистов, можно, в принципе, посмотреть на брошку Агаты, которую она носит до сих пор, там мы видим одну женщину и двух мужиков, то есть, возможно, Агата, Иван Питерс и секретный чел, которого мы не знаем, возможно, это будет так, возможно, а возможно и нет. Это все, о чем я хотел поговорить в этом ролике, с вами был я, Blacks Infinity, делитесь своими мыслями, что вы думаете по этому поводу, я поделился, я поделился, в принципе, больше мне сказать нечего. Будем ждать восьмую серию, финал сезона уже близко, а если кто не знает, то мы смотрим Ванду Вижн в прямом эфире на моем Твич-канале. Весело, смешно, интеллектуально, главное. Все по законам Михаила Задонова. Да, да. Была тысяча онлайна на седьмой серии, кстати, поэтому я надеюсь, что к финалу мы сделаем две тысячи онлайна за Марвел. Выпьем. Потом. Все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях как я уже сказал. И не забываем прожимать колокольчик. Твич, Твич, подписываемся на Твич, фолловимся, если что, все реакции на Ванду Вижн доступны для платных подписчиков Твича. Какая-то компиляция возможно будет в анализе на весь сериал целиком потом. Ну и все. На Инстаграм еще мы подписываемся и на группу ВКонтакте, чтобы следить за всеми актуальными новостями. Все. Все, значит, пока. Берегите себя. Покедова.